Дорогие друзья, следующий докладчик. Ярый Владимир Васильевич, психолог, руководитель школы Теософии Россия-Москва. Владимир Васильевич родился в Сибири, Красноярский край, город Бородино. Служил в рядах вооруженных сил армии России. Закончил Сибирский институт бизнеса управления психологией города Красноярска по специальности психология. Работал руководителем Центра гражданского образования. Создал школы Теософии в регионах Красноярский край, Горная Алтая, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Екатеринбург, Саратов, Уфа, Воронеж, Биск, Молдова, Белоруссия. Руководитель проектов межрегиональной Таософской семинары России. Руководитель проекта международной научно-исследовательской семинары «Тайная доктрина». Ярый Владимир Васильевич и его доклад «Эпоха огня. Дисциплина ума». Конечно, доктрина огня, вот доктрина огня Елены Петровны написана, да? Великая книга, великое учение. Но прежде всего она говорит, конечно, о том, что самое непонимаемое, самое сложное – это о природе нашего ума. Огонь в сущности своей, он и есть ум. Потому что движущая мощь, которая присуща огню, она присуща через его отражение. Точно так же отражает и ум. Ну, я просто добавил и ум, потому что это суть природы ума. Его суть – огонь. И огонь, безусловно, имеет в каждом из нас побудительную мощь. Это огонь. Он, как проявление жизни, как оформитель жизни. Он в своем, своей мощи и чистоте отражать, в себе несет самое мощное желание, которое называется любовью. Кама-дева, величайший бог, который в индуизме присутствует, причем в древности он присутствовал в своем действительном образе, вот этой побудительной мощи, которая позволяет сознанию эволюционировать. Вот такая мощь огненная. И вот как раз учение, которое дали нам Махатмы человечества, это тайную доктрину через Елену Петровну Блаватскую, через Франча и Владью, третий том тайной доктрины, и, как уже завершающий, так сказать, этап третий, это рерихи Николая Константиновича и Елены Ивановны. И они, конечно же, говорили о том, чтобы мы признали психическую энергию. И они объясняют нам, что есть огонь, что есть за смысл в этой жизни. И оказалось самым главным явлением то, что они дали. Они дали закон кармы и закон перевоплощения. Здесь до меня докладчики говорили о том, что нужно создать такую программу, чтобы все человечество подвинуть, так сказать, к духовно-нравственному самосовершенствованию. И единственное, чем можно подвинуть, это, безусловно, этими двумя законами, которые сразу дают ответственное отношение к жизни. Если мы понимаем, что мы бессмертны, по сути своей, да? Почему мы бессмертны? Это потому, что сам эволюционный путь сознания, он уходит в беспредельность, в вечность. А человек – это сознание. Ну и, соответственно, если мы приходим на эту Землю, что только на Земле мы можем получить нужную трансмутацию и трансформацию для своих вот этих разумных или для своего духоразумения сил, то естественные отношения к жизни сложатся совершенно иное. Далеко ходить не надо. Просто осознать этих два закона. Знаете, вот огненная эпоха-то уже пришла, да? И мы вроде как все здесь уже в огне, уже всё нормально, да? Только беда-то наша в чём? Что мы не осознали собственных огней. Не осознали мы психическую энергию. Она для нас всё равно отвлечённость. Или вот, допустим, материя люцида. Что это такое, да? Ну, прекрасное название. Мы понимаем, да, вот Елену Ивановну Владыка спасал три раза, давая ей возможность существовать и не сгореть. То есть не уйти из этого мира преждевременно, когда она преображала все свои центры. Три раза она получала эту, так сказать, защиту, которая сохраняла её жизнь. Вот это... Видите, почему она могла сгореть, вернее, так сказать, уйти из этой жизни, из плотного мира? Потому что она низший астрал сожгла. И этот великий подвиг, при том, что произошла борьба с Люцифером, чтобы не быть привязанным, потому что вот эти вот связи магнетические, они существовали с Люцифером, и пришлось Елене Ивановне, так сказать, уничтожить и сжечь свой низший астрал, что, в общем-то, никто никогда не делал. Вот этот уникальный опыт огненного преображения, оставаясь, будучи на Земле, проводники плотных наших тел, плотного тела проводники, да, были уже так трансформированы сами элементы этой дхармы человеческих всех желаний, что они перешли в состояние возвышенного чистого огня, который и есть материя Люцида. Вот этот огонь, он же имеет в себе какое-то качество, а это качество обреталось очень просто. Каждый луч или логос, он отражается в этом пространстве, которое пропитано этим свойством огня жизни. И вот огонь сам по себе, он же как бы троичен, да, по сути своей. С одной стороны, это искра, которая возгорается в пламя, а пламя светит. И вот эти три свойства, они присущи, и поэтому изначальная чистота пространственного огня, она, конечно, когда отражает, то все свойства и качества того, что отражает огонь, присуще становится огнём. и каждый раз, когда Елена Петровна описывает с первой станции Дзиан по седьмую станцию первого тома, то она описывает движение как эманация, то есть эманация – это отражение идёт, этого огня, и этот огонь со свойствами своими становится строителем, космократором. Он, собственно, и есть владыка Вселенной. Можно сказать, что огонь является ядром. Это ядро находится в Солнце, и этим ядром является владыка Шамбала. Его огонь, его излучение, его эманации огненной природы. Поэтому и нас призывает всех быть в духе, потому что дух – носитель этого, этой всей потенциальности огненной природы, которая, в общем-то, отражает ой-о-охо, то есть космического человека. Ну, если мы уже подошли к такому пониманию, что есть космический человек, но, как говорится, что макрокосм есть микрокосм, и микрокосм есть макрокосм, то если мы соотнесём это свойство каждой с собой, то у нас, оказывается, есть все возможности войти в светлое братство и осуществить его здесь на земле. И иерархия не где-то далеко. Иерархия, она в огне, а огонь в нас 7-49 огней. Значит, все возможности для нас есть. Мы в эпохе огня. Эпоха огня символизируется эпохой водолея. Вы знаете, что все древние учения, древние, самые древнейшие говорили и предсказывали это время. И мы все в этом времени. И у нас у всех в той или иной степени своего падения до дна, потому что мы разные чем? Своими накоплениями. А накопление это результат отражения нашего ума самой действительности. В какой степени мы отразили, в такой степени и наше мировоззрение. Либо оно расширяется, либо оно кристаллизуется. И выбор только лишь за нами, ну а значит за нашей свободной волей. Ну а если мы так определили уже, что огонь есть любовь, потому что он есть все, ну а значит и как первое явление закона законов, это проявление высочайшего чувства сострадания. Это первое чувство, которое и являет нам кама-деву, царя всей природы, потому что мир, вызванный вот этим ойо-хоо, в существе своей несет эту огненную природу или ума чистейшего. И нужно сразу запомнить, значит, если огонь пронизывает все, он есть творец, он есть носитель самой истины, он проявитель этой истины, но он все. И проявить его можно это божество. Может, только человек, никто более. Владыка нашей солнечной системы, да, человек, Будда человек, Христос человек, пусть мы его назовем там пятый класс, шестой класс, седьмой класс, все. Тот, кто прошел волну эволюции человечества, он человек, человека Бог. И тот, кто в духе загорелся, тот этого человека, Бога, проявляет здесь, на земле, в виде Творца. я бы хотел добавить, что вот закон дифференциации, он сразу же предусматривал изначально в себе, как беспричинная причина всего. Это закон относительности. И убрать закон относительности равносильно тому, что мы берем и самую нужную долечку, которую сложили мы, да, образ этого великого макрокосма, и там не будет хватать какой-то частицы. Раз черная дыра, затемнение, мы впадаем, значит, в какую-то иллюзию. Поэтому мы должны уметь синтезировать. Свойства огня синтез. Поэтому мало огненных сознаний. Это редкое свойство синтезировать. Дело в том, что когда возникает такое свойство огня, оно возникает только в тот момент, когда у человека, когда он упал до дна, в своем невежестве он уже ужаснулся своим проделком в этой жизни, тем глупостям и своему невежеству до такой степени, что он просто отвернулся от этого, он готов бежать. Но куда бежать? И зачем? И вот здесь вдруг на перекрестке его пути жизненного встречается некто, будь то собака, комара укусил, не знаю, что-то сущее, живое, и в нем вдруг вспыхивает такое ну тот самый свет, третий, третий аспект огня. Вдруг свет, такая лампочка, бурь зажигается, что переоценка ценностей, и тут приходят люди, кто-то еще ему что-то скажет, информация идет, он просто загорается и сходит в афорию входит поначалу, то есть такая куриная слепота наступает у него, потому что он свет ухватил, в нем все трепещет и не понимает как, с ним делать-то, и куда идти, и тут, конечно, на этом пути он должен возгоревшись вот этим сиянием света полюбить этот свет и он конечно уже трепещет радостью, потому что любовь это не вот так делается, что я сейчас решу себе там логически, да, я полюблю тебя там на всю жизнь, а что полюбит? А истину абсолютную, потому что когда свет возникает этого огня, то абсолютная истина, к ней любовь, она совершенно бескорыстная, альтруистическая совершенно, там нет самости негаизма, ничего там нет, там чисто всё, и в этом свете это любовь, ну и естественно к носителю этого света, то есть к учителю, и вот тогда возникает возможность именно в духе воссоединиться с высшими силами, и здесь происходит следующее, пространственный огонь соприкасается вот с этой освещенной мыслью в человеке, он её не до конца осознаёт, потому что она в духе вспыхнула-то, а не в рассудке, до рассудка она должна дожить, поэтому вначале она вспыхивает в сердце, а потом уже постепенно, как саптопар на растение, потому что это и есть суть человека, он отразил в этой мысли всю суть свою, всю природу, изначальной той искры духа огня и поднимается тогда и начинает трансмутировать, трансформировать вернее наш мозг, в нём начинают появляться извилинки, которые способны как антенки воспринимать пространственный огонь, несущий идеи, и когда происходит это соприкосновение пространственного огня с нашей мыслью, то тогда возникает психическая энергия. Как она возникает? Только через человека, кто мыслит. Он мысль подал, пространственный огонь, коснулся, чтобы проявить качество через эту мысль, а качество проявляет психическая энергия, качество огня проявляет. Вот мы должны, значит, ответственность иметь за свои мысли, а мысли, безусловно, они как накопленный опыт наших привычек, да, вот куда мы устремились, если мы устремились к свету, к общему благу, да, ну и, конечно, полюбили истину и носителя этой истины, да, то, конечно же, мы тогда начинаем исполнять все указы в учении. Вот только тогда мы начинаем это делать, когда поняли и осознали значение огня или отражения нашего ума в действительности. И мы пытаемся очистить свой ум. То есть, видите, последовательность должна быть осознанным явлением, а чтобы осознать что-то, мы должны исполнить это. А исполняем указы. Вот мы знаем, но это не знание еще. Или поняли, это еще мы не поняли. Оно отвлеченное. А когда мы начинаем это воплощать, действие происходит, мы осознаем в этом процессе. И поэтому только так мы можем трансмутировать свои центры этим возвышенным огнем, который зыждется, во-первых, на свободной воле, которая дисциплинироваться должна нами. И возникает ответственность. Вот она, та ответственность, как результат и итог осознанности. И тогда мы становимся ответственны, ответственны. А ответственный человек, он прежде всего понимает, что такое торжественность. Он сам торжественность. В его сердце пламенеет этот огонь дракона мудрости. И сегодня я хотел бы еще сказать очень важную такую вещь, что мы находимся «Мы все находимся и каждый имеет из вас мир огненный». Вот есть в литературе, да, в учении Елены Ивановны Рерих мир огненный. Считайте, что у вас во всех этот мир огненный присутствует. У вас присутствует мир идей. У вас присутствует иерархия света. Только воли вашей не хватает, чтобы проявить вот эту великую суть. Видите, в огне колесо благого закона. Вначале его запустили, это колесо благого закона, Елена Петровна Бавацкая, потом Франчей Ладью подтолкнула, Пятым, Шестым и Седьмым человечеством рассказав о Теогенезисе. И в заключении Елена Ивановна Рерих и Николай Константинович запустили, как посвященные это колесо благого закона. Потом в Кемерово Владимир Анатольевич Баканов, вспомним его, великий труженик на создание Теософского общества именно в России, создал множество школ. Ну и я был безусловно его учеником, чему рад. Я и являюсь им, потому что на тонком плане мы все равно общаемся. Так вот, получается, что Владимир Анатольевич Баканов запустил как непосвященный для всех людей, но как посвященный для тех, кто знает. Он запустил это колесо благого закона. И вот оно вращается с восемьдесят девятого года. Год дракона желтого, когда было запущено это огненное колесо, восемьдесят восьмой, извините, восемьдесят восьмой, еще тут можно сказать, что вся беспредельность присуща здесь. Две восьмерки. Я просто вас подвожу к тому, что Новый год уже идет целую неделю. Новый год пришел, и этот Новый год сменил год Зайца Черного на год Синего Дракона. Дракон Синий символизирует мудрую мысль, мудрость самой Самонидана символизирует. Находится этот дракон в золотом сечении колеса благого закона. В него входит в это колесо благого закона такие неданные принципы, как бык желтый, символизирующий Адама Кадмона, или Христа, Будду. Сознание имеется в виду, потому что человек есть сознание, Вселенная есть сознание, макрокосм есть сознание, поэтому макрокосм и есть микрокосм. И микрокосм и есть. То есть вот мы видим тот великий закон, который позволяет человечеству эволюционировать. И тот, кто познал закон, как нас учителя вечно подталкивают и говорят, ну познайте законы, вы познаете бытие и самого себя, потому что по этим законам развивается сознание, внутренний человек. Ну и вот получается, значит, дракончик, напротив его собачка находится недана личности, твердости. И эта твердость должна, конечно же, иметь отношение к дракону, то есть твердость в мудрости. Ну а если твердость в мудрости, то, безусловно, человек должен развить в себе самодеятельное творчество. и только тогда он твердо личностью своей станет на совершенствование. Что значит совершенствование? Что значит самодеятельность? Это способность самостоятельного мышления. Самостоятельное мышление, оно предусматривает качество исполнения указа. И все качество только исполнения указа, а не анархию. Что хочу, то врачу. Вот моя самодеятельность. Понатворили мы бед. Сейчас видите, что на планете происходит? Войны, да всякое. Это же мы натворили. Вот. И слава Богу, что сейчас мы потихонечку гармонизируем хотя бы здесь. В центре Москвы в сердце земли. Мы находимся сейчас в центре земли. А число 24 нам говорит о владыке, о драконе огненном. Мы вступили в год дракона, да? Колесо запущено с желтого дракона, и владыка сегодня его день рождения. Поприветствуем трепетам сердца. То есть огнями духа своего. Какое великое дело мы делаем. Вот так творится мир во всем мире. Нашим высоким чувством сострадание. Образ мелькнуть должен в вашем сознании просто как молния. Так сострадание работает. Оно и сразу же просвещает, зажигает и устремляет. Но это свойство опять огня. поздравляю я вас еще с одним драконом, потому что мы живем век дракона белого. Так вот сегодня так и получилось. Век дракона белого. Мы здесь присутствуем. Комбинация не дан этих присутствует дракон, собачка, коза и бык. Коза и бык. Все вот так вот работает дракон. А день сегодняшний собачка белая. Представляете, все работает колесо благого закона. И все драконы имеют все стихии. А значит неизменная стихия, которая самая главная, это огненная стихия. и на ней, на этой огненной стихии, как побудители всего, нанизаны стихия эфир, стихия воздух, стихия земля желтая, стихия огня, сама, но, как ядро огонь. И представьте себе, каждый из вас сегодня находится в кресте мудрости. мы мы все этим огнем побуждаемы и устремлены этим огнем. Я вас всех приветствую на этом огненном пути. Ну и хотел бы я еще пару слов сказать. Да, тут предупреждение такое для вас, для нас, для всех. Нам в учении дается предупреждение, что как только ученик избирает путь света и серьезное его отношение выражено, то все кармические положительные и отрицательные накопления обрушатся на него с неудержимым потоком. Ну мы все знаем, как только серьезно, так сразу проблема. Как только серьезно, так раз и проблема. Знаете, как трудно сюда приехать-то было, да? Вот так вот кружит, вертит, а что? Сансара. А чего? Чистит. Она очищает. И как только доехали, новый человек. Как будто душ приняли. В Россию попасть вообще очень сложно. Потому что сейчас мы на особом положении находимся. и наше положение объединять. Мы даже воюю объединяем. Но это же прекрасно. Какое великое сострадание проявляет вся наша страна в президентском лиге. Мы все там. Вот что говорит наш президент, да? Считайте, что вы все там как элементы присутствуете. И если вы дергаетесь, то это плохо. Мы должны полностью солидарными быть. Что бы он ни делал. И тогда он исправляется сам нашими же мыслями доверия полного ему. Так работает огонь. Владимир Владимирович дракон черный. А что я о нем сегодня говорю-то? Нигде не записано у меня. Работает колесо, понимаете? Дракон, он мудрость сама изначальная. Под лучом тепла идет сердце. Поэтому отношение ко всем ради людей, ради людей, семья, военные, ради них все. Почему? Потому что есть такое за этой неданой дракона, как замужняя женщина. Такой психологический аспект. Представьте себе, замужняя женщина, семья там все-все печется за всеми. Вот это состояние души. Ну, а так как он над всей нашей родиной глава сейчас, то и слава Богу, пусть будет миру хорошо. Владимир Васильевич, большое спасибо. Большое спасибо за это откровение, большое спасибо за это направление, которое несомненно даст импульс к более глубокому и проникновенному изучению трудов Елены Петровны Блаватской семьи Рерихов. Конечно, практическое применение возможно только согласно систематическому изучению трудов, которое приводит к одному единственному работе над собой. Поэтому есть в России школа теософии. Это главнейшая задача, ради которой учителя дали в мир эти знания. И большое спасибо, что вы даете импульс, который раскрывает суть направления в последовательности изменения мира и соответственно сознания человека. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ